Добрый день, уважаемые любители футбола! Здравствуйте! Добро пожаловать на арену Чертанова. Именно здесь сегодня пройдет у нас 13-й тур юношеской футбольной лиги. И мы с вами начнем по традиции с самого юного возраста. UFL 3 откроют у нас матч между этими двумя клубами. Что даст нам Краснодар, узнаем прямо сейчас. Довольно хитрым образом поприветствовал ворот своей команды Максим Козлов. Это первый номер команды. Я Игоревич Роткин. Вот так у нас и первый момент возникает опасность. Чертанова могут счет откроют. Какой сейф. Исполнение Алексея Урбина. Браво, голкипер Краснодара. Арсений Урбин себя уже сам представил. Первый номер голкипер на всякий случай формально. Мы его еще обозначим. Какой привоз тут в штрафной площади может получиться. Если правда так до удара дойдет. У Краснодара пока не было таких возможностей. И пенальти. Пожалуйста, и бить-то не пришлось. А зарабатывают они 11-метровый удар. Вот так начало своим дриблингом Матвей Самойлов заставил нарушить правила соперников. И быстрый гол мы потенциально можем увидеть. Свисток. Прозвучал. Удары по разным углам. Здесь очень спокойно раскладывает автор как раз этого пенальти. Матвей Самойлов. Мяч и голкипера. Ну и Матвей Самойлов становится еще и автором забитого мяча. Слоднокровно он реализовал этот удар с точки, который выводит Краснодар вперед. Вот очень быстрый гол. Причем Краснодар мог ведь проигрывать в счете. Но вместо этого они повели к Вите, что нужна сила. Это Виктор Павандопол, наверное. Ага, да. Потому что он будет подавать все-таки. Подача опасная. Скидка в центр здесь. Набирается мяча. Максим Козлов. Краснодар. Тут, понятное дело, Чертанова будет прессинговать. Какая ошибка. Смотрите, передачу бы туда налево сделать. Не было ли положения вне игры в этом эпизоде? Удар в дальний почему-то не последовал. Переближе по центру. Вот хороший удар со штангой проходит. Катал сильный мяч. Почти 30 секунд, по-моему, подсчетом специальный защек. Подача наконец-таки будет. И высокая на дальнюю штангу. На этот раз скидку можно смотреть в центр. Надо отбиться. Чертанова. Они, в принципе, это делают. И вот теперь мы с вами отправляемся отдыхать. Друзья, у нас перерыв в матче Чертанова-Краснодар. Это 13-й тур юношеской футбольной лиги. UFL-3 смотрим мы. Единственный гол пока был забит в пенальти. По одной замене. И свисток. Сразу нечего рассуждать. Погнали второй тайм в матче Чертанова-Краснодар. У нас готовится подача. Там плюс ко всему арбитру надо было еще консультации в штрафной провести. Подача. Хорошая какая траектория. Смотрите, ошибается голкипер. Это было видно сразу. Прям присутствовал рывок. А вот еще один член этой самой сборной. Я о нем чуть позже поговорю. Потому что он делает передачу под удар. Удар и ближний угол. Закрывает надежно. Максим Козлов. Еще попытка пробить Козлов. Мяч выцепляет. Вообще, честно говоря, не прям, чтобы в ближний бил Назар Сидельников. И не так, чтобы в дальний. Как-то по центру получился удар. Просто вот есть вероятность первого поражения домашнего. До последнего. Пошел здесь в борьбу игрок Краснодара. Удар поворота. Можно забыкать. И мяч не в сетку. Залетает. А наоборот, вылетает аж из штрафной. Итогом прошлого тура. Смотрим и стандарт. Удар все-таки состоялся. И Арсений Урбин заставил соперника ошибиться. Забрал мяч. Один против троих. Ну, давай красоту какую-нибудь катит на второй темп. Здесь отрабатывает сзади Карим Бигбулатов. Правда! Ой-ой-ой. Тоже будет опасно. Причем Притуленко стал первым игроком, который получил предупреждение выйти на замену. Скидка. Удар поворота. Перед забыкал кипер. И дальше мяч в перекладину. Касается ее там. Вратаря чуть не затоптали в воротах. Взятие, естественно, ворот не засчитывается. Ну, и пробивал у нас Попов Данилыч. Еще одна атака в исполнении Краснодара. Удар на исполнение. Пять перекладина. Там Хатабыч где-то у нас уже на трибунах. Великолепные такие вот эмоциональные качели. Смотрите, вот здесь раз. Удар два. Мяч взмаёт воздух. Все застыли. Мяч падает в перекладину. Вот еще, кстати, добивание. Да какое было опасное. И где замены, спросите вы? А замены... Да они не нужны такому матчу. Тут все играют от ножа. Лев Поляков. Нет, все-таки по короткому разбегу подачи. Классная подача на выход. Тут полетел голкипер, ошибается. А мяч за пределами приземляется уже в ворот. Мяч перехватывает. Чертанова так поднаели, что не вернутся уже в оборону. Передача направо от Засеева. Даже первый пас он точно исполняет. Подача штрафной площадь. Удар по воротам. Ножницами в исполнении Данила Попова. Мяч опять в центре. И вновь под присмотром игроков Краснодара. А вот теперь финальный свисток. И какая радость. Вы посмотрите гостей. Потому что они понимают, что тяжелейший матч выигрывают и отрываются от соперников в турнире на таблице. В любом случае, как бы ни сыграл Строгино, минимум теперь 5 очков преимущества над любым коллективом будет у подопечных вот этого молодого вполне еще специалиста Александра Юрьевича Хромыкова. Продолжение следует...